Это были счастливейшие годы. Это были счастливейшие годы в жизни писателя с далёкой Якутской окраины, анимподиста Сафронова, псевдоним Алампан. 1925-1926. В 1926 году в Баку, в роскошном дворце миллионера Мусанагеева, который он построил в память о любимом сыне, состоялся международный тюркологический съезд. А в 1925 году в Москве и Ленинграде широко отмечалось 200-летие Академии наук СССР. Ещё ничего не предвещало будущего трагического поворота в судьбе Алампа. Более того, молодая советская власть оказала ему огромное доверие представлять родную Якутию на торжествах союзного значения. Чудом сохранились документальные кадры, запечатлевшие нашу делегацию на этих торжествах. Вот якутская делегация, слева писатель Алексей Иванов, псевдоним Кюнде, ему 28 лет. Справа глава нашей делегации, выдающийся советский общественно-политический государственный деятель Якутии Исидор Барахов, образованнейший человек своего времени, ему тоже всего 28. И у него верное служение родине закончится гибелью в 1938-м. Самый старший из них Алампа, а не подис Сафронов, ему 40. Уровень тюркологического съезда был необычайно высок. На нём присутствовали светила мировой величины, обсуждались проблемы развития тюркских языков, в том числе и якутского. Вне работы съезда Алампа написал ряд стихов, посвящённых Баку и тюркологическому съезду. Алампа – это такая величина, глыба. Я знаю, что он существует где-то рядом, и он мне очень много помог в жизни и в разных ситуациях. И при написании научного исследования я тоже ощущала его помощь. Был двухтомник, там были очень интересные праздники, драмы. Я почему-то любила в детстве читать драмы, а я его читала. И задолго до моего рождения, конечно, сейчас уже, да, сейчас уже, задолго до моего рождения, конечно, моя жизнь была связана с Алампой, оказывается. Потому что мой отец работал в Вилюйске в музее научных сотрудников. И к ним приезжала вот любимая супруга, Анипатисто Ивановича Сопронова. Но у него второй муж был Степан Филиппович Гоголя, это прокурор республики, был наркомом просвещения юстиции. Поэтому она как давала, вот Вилюйск, наши земляка, Степана Филипповича, она у них бывала, да, и в музее. Есть у нас фотографии в альбоме, семейном альбоме. Их фотографии с моим отцом, и ее фотографии тоже. И несколько, потому что папа мой увлекался в то время фотографирования. Поэтому много фотографий в детстве было. Потом я думала, что это наша какая-то родственница. А оказалась вот супруга Анипатисто Ивановича. Анипатисто Ивановича Анипатисто Ивановича Анипатисто Ивановича Интересен, конечно, с разных сторон, потому что он первый якутский лирик. Но сейчас мы говорим, что все наши народные поэты, все писатели, весь народ признает его самым лучшим лириком. Нет еще такого лирика, который бы превзошел Анипатисто Ивановича Сафронова. Он, конечно, жил в такой трудной эпохе, эпоху катаклизма. Поэтому он писал, правда, переводов на русский язык, хороших, адекватных, нет, можно сказать. Но Евгений Каминского есть хорошие переводы. Один единственный якутской литературы, якутской поэзии, он писал правду той жизни. Тогда все, в то время, все восхваляли новую власть, советскую власть. А нет, он писал трагедии якутской интеллигенции. Я знать хотел, как крепнет власть советов, та с молотом рабочим и серпом. Кто мог бы укорить меня за это? Увидев, как взамен лошадки хилой становится машина главной силы, страны окрепшей. И услышав, как взлетая самолет, гребет винтами, столетий здесь рассеивая мрак, как воздух говорит на равных с нами, я возлюбил все то, да будет так. Наивно и абсолютно искренне Алампа хотел возлюбить эту власть с молотом рабочим и серпом. Вот только новая власть не возлюбила его, наградився ловками и обрекая на забвение. Он очень чистый человек и очень талантливый человек. Он поэзию создал, лирику якутскую. Он драматургию основоположник и прозу, якутскую прозу, и литературный язык. И это тоже его заслуга. И он в советской власти очень хорошо работал. Он хорошо принял советскую власть. И активно работал, театр создал. И Кюм, он тоже первым редактором был. И искренне любил свою Дуню. До смерти он любил и просил своего друга, чтобы Дуня прошла по этой полевой улице, чтобы он посмотрел вокруг нее, через окону от своей Дуню. Она не согласилась, не прошла. Но он-то умирал. Она замуж вышла другому человеку. Любил до смерти. Я по дорожке скользкой не ходил. Злой умысел мной не руководил. И за полжизни я богатств не нажил. И честь свою не мазал черным злом. И семь потух с меня сходили, даже когда сидел за письменным столом, описывая родины пейзажа. Но будущее все-таки при мне, хоть и горит душа моя в огне. За что? За грех какой? Не понимая. Ведь не нарушил ни один закон, ни общества, ни сердца, ни ума я. В моем роду так было испокон. Так что ж молчит закон и твердь немая? Эти пронзительные, отчаянные строки Аламбана писал в ссылке. Его действительно, можно и сказать, поэтам-мистикам, символистам, вот эта якутская литература, она как бы является символистом якутской поэзии. Вот его, скажем, вот поэма «Ель», «Харья» называется. И там вот описывается, что, ну, если при простом чтении, там говорится, что в его родине рос ель, но случился пожар, и этот ель сгорел. И он печалится, потом он в конце говорит, ну, печалиться не надо, потому что там еще маленькие елочки рядом, говорит, начали расти. А в якутской, вот, религиозные верования, ель – это дерево, в котором воспитывается душа, мать душа, главная душа, якут. Вот в этом дереве его воспитывается. В основном это шаманское дерево. И ель, харья, называется еще другое название, имеется кодукмас. Кодукмас. И он в своей поэзии, анимпадис Иванович Сапронов, особенно в 20-е годы, ввел вот шаманские мистерические понятия в своих произведениях. Можно и вторым таким произведением является поэма «Титмос». Это в переводе означает «лиственница». По шаманскому вот этому верованию тоже лиственница – это является особым деревом, в котором воспитывается воздух душа, салгенкут. И там тоже это воспитывается. И он данную поэму написал, находясь в тюрьме, в новосибирской тюрьме. Он 17 сентября начал эту поэму и закончил. Три дня он написал эту поэму. И эта поэма была посвящена Василию Васильевичу Никипорову Кюлемнюре. Он услышал, что он умер в тюрьме и посвятил вот данную поэму ему. 28 июня прошлого года ушел от нас Виталий Андрозов. Уникальнейший человек, наделенный от Бога многими талантами. Ушел, и мир без него стал как-то неуютнее, скуднее. И потому так ценно то, что он оставил после себя. Песни, книги, преданных друзей и выстраданное. Детище свое, общество Лампа. Его единомышленников. Людей одной с ним крови. Вот с этого времени началось активное, скажем, движение. Активная пропаганда. И это благодаря Виталию Тимофеевичу. Вячеслав Анатолий Штыров издал указ о праздновании 120-летия анимподиста Ивановича Сафронова. Он, например, ставил вопрос о его увековещении. Например, вот в Сайсарах есть улица Сафронова. И непонятно, кто это Сафронов. Но это был Сафронов. Только они неправильно написали. Вот они внимания даже не обратили на правильное написание этой фамилии. И он вот этот вопрос ставил. Причем, оказывается, это очень сложно. Это надо, чтобы наши администрации города Якутска этот вопрос приняли во внимание. Чтобы депутаты обсудили. Мало того, в России, почта России должна отдать разрешение. Потому что адрес менялся. И все это было сопряжено с финансовыми трудностями и так далее. Тем не менее, Виталий Тимофеевич приложил все усилия. И почти что один он этого добился. Мало того, что он этого добился, а вот эту табличку надо еще вывешивать. Он же сам ходил с этой табличкой. Прививал с гвоздями сам. И это привлек свою семью и своих товарищей. Ходил зимой декабрьский мороз и прививал в домах вот эту дощечку, что теперь это улица Анипасиста Ивановича Сафронова. Училицы в университете. Тогда уже, когда они познакомились, Виталий Андросов был уже известным человеком. Вся республика его знала. И все пели его песни. А Егор Неймохов был начинающим корреспондентом, начинающим журналистом. И как-то он работал в этой газете, в молодежной газете «Идер коммунист». И написал о нем очерк. Вот так они и познакомились. Это же благодаря Виталию вышли вот эти книги-то, да, в какой-то степени? Ну вот как-то это было в нулевых годах. Где-то в начале 2000-х годов. Ну, вообще-то вот по жизни Алампа, вот любовный треугольник. Алампа, вот Евдокия и прокурор Гоголев. И как-то вот в 2000-х годах в нулевых про Гоголева, по-моему, уже три книги выпустили. Про прокурора. Он тоже был действительно хорошим человеком, прокурор, да. Действительно его, просто достойный человек. Его именем названо педучилище имени Гоголева, вот, да. Но тем не менее он был разлучником Алампа. И жена к нему ушла. Он тогда 10 лет был моложе, Алампа. И вот как-то, когда вот столько книг про нем, о нем выпущено было, Виталий был оскорблен. Об Алампа ничего нету. А его соперник, и столько книг выпущено. И говорит Егору, ну, давай ты напиши Алампа. Ты только можешь написать Алампа. Напиши роман. Он очень любил Виталию, уважал, да, и никак не мог с его слов, перекословить с его словом, да, и взялся за этот роман. И как-то вот народ, как говорится, полюбил этот роман, да. И поэтому даже вот я ездила зимой к детям в Питер, да, приезжаю из Питера, и мне говорят, что сахатьяты хотят поставить Алампа по Егору Немокову. И в его поэзии, да, есть стихи, созвучные с поэзией Сергея Есенина. В одно и то же время Бог нашептал на ушко и Сергея Есенина, и Алампа. Прямо когда читаешь, удивляешься. Там у Есенина есть черный человек приходит, и такой же черный человек Алампа переходит. Можно подумать, что Алампа услышал, что Сергей Есенин написал стихотворение, проникся и написал свое стихотворение. Но некоторые стихотворения Алампа написал раньше, чем Сергей Есенин. В 2006 году, когда Виталий Тимофеевич бегал, как говорится, по всем инстанциям, ну никак невозможно было организовать юбилейные мероприятия 120-летию, да, Анимпадис Иванович, и когда он совсем с опустившей головой пришел везде и всюду, получив отказы, я говорю, может быть, это на наше счастье, что у нас президент сейчас русский, Вячеслав Анатолий Штуров, может быть, как-то дойти до него. Он как-то задумался, и вот все-таки помощник, Боровикова Валентина, и она комсомольский, тоже лидер, везде и всюду, в общем-то, по комсомолу, видимо, знакомы были, и он так обрадовался как-то. Она очень хорошо приняла Виталия, поговорили хорошо, и вот, я не знаю, в общем-то, человек Вячеслав Анатольевич, очень такой передовой, пошел на встречу и вышел указ в 2006 году, как раз об юбилейных мероприятиях того времени, да, и как будто вот улей открыли сразу после указа во всех школах, ради, телевидении, все школьники от мала до велика начали читать стихотворения о нембодиста Ивановича, да. Вот недавно совсем, когда уже ознаменование День Республики когда было, я просто по телевизору включила и услышала доклад, ну, выступление нашего президента, Ассен Сергеевича Николаева, он говорит, что камни алмазные, да, самые крупные, 101-х алмазов будут названы именами выдающихся людей нашей республики. И первый камень, 118 каратов, дали имя Анимбодиста Ивановича Сафронова. Жизнь пролетела, потускнели краски, как быстро я приблизился к развязке, хоть никуда по жизни не летел. Вдруг молодое дрехлело тело, и в сердце ядовитых столько стрел, но бьется сердце, в этом-то все тело, ведь роковой непройденным предел струится в жилах кровь моя, покуда я жду от жизни славы, счастья, чуда. И сердцу биться радостно не лень, пока на жизнь надеется хмелея и рвет любые сети, как тайминь, лишь потому, что там в груди левее еще горит огонь и ночь, и день. Он среди всех этих художников, слова, опять-таки, писателей, поэтов якутских, это самый, что ни на есть, мученик, страстотельец. И, конечно, отдавать свою жизнь на продвижение творчества этого человека, этого человека, осужденного в свое время, отсидевшего, заболевшего, смертельной болезни, умершего в изгнании, можно сказать, в нищете и в забвении, это великое, конечно, дело. И вот Виталий именно этим занимался, то есть отдавал часть своего времени, часть своей жизни, часть своей души когда-то давно умершему человеку. Я считаю, что это подвижничество. Он занимался подвижничеством в этом смысле, потому что именно его усилиями я брался за новые переводы, например, стихотворения, еще не переведенных, а не по детству Сафронова. То есть его поддержка нужна была и мне тоже, чтобы я занимался, занимался, как бы входил в глубины судьбы этого человека, постигал их, принимал их и становился одним целым вместе с этим несчастным художником. Как говорит Христос своим ученикам апостолов, Он говорит, нет между вами большей любви, как ежели кто-то положит живот свой за други свои, то есть отдаст жизнь мою за други свои. Вот, мне кажется, Виталий занимался этим. Посвящая свою жизнь вот этому страдальцу, а не по детству Сафронову, отдавая ему часть своей жизни, как бы воскрешая его этим. Он его воскрешал этим. Вот, поэтому это настоящий подвиг, самоотречение, я считаю, и только так и будет жить культура, любая, не только якутская. Любая культура, любая культура только этим живёт. Кто-то творит, кто-то потом этого художника убивает, а кто-то потом своей жизнью воскрешает. Пускай после его смерти он воскрешает вот таким образом. Но тут нет ничего удивительного. Так было во все времена, во всех странах, во всех народах. Всегда были гении, злодеи, страдальцы. И вот такие вот Виталии, которые возвращали народу имена и творчество его лучших сынов. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»